Манит КВ представляет Что он так со мной? Лук! Привет! Мы долго думали, что бы такого приготовить сегодня на ужин и решили, что хочется чего-то простого, диетического, легкого и очень ароматного Поэтому решили приготовить простые человеческие фаршированные перцы Итак, для этого мне понадобятся Сладкие перцы, репчатый лук, морковь, рис, мясо индейки и томаты в собственном соку На самом деле, это блюдо я готовлю по наитию, без какого-то рецепта Наверняка в каждой семье есть свои нюансы приготовления фаршированных перцев Сами перцы лучше покупать вот такие обычные, сезонные Они, конечно, более страшненькие, чем красивые болгарские красные, желтые и зеленые Но они гораздо более ароматные, нежные и идеально подходят именно для этого блюда На самом деле, за счет ингредиентов ты можешь сделать это блюдо более насыщенным, тяжелым и плотным или более легким Чаще всего перцы готовят с говядиной Я обычно готовлю с филе индейки, так блюдо получается действительно диетическим и нежным Сами перцы начиняются фаршем из мяса и риса, поэтому первым делом нужно отварить рис В данном случае рис можно не промывать, потому что он с тобой отправится непосредственно в фарш Я налью воды Здесь у меня где-то чашка риса И вода покрывает рис примерно на сантиметр Не обязательно, чтобы он был идеально готовым, потому что он еще будет доготавливаться в процессе тушения самих перцев Фарш я всегда делаю сама, так можно быть уверенной, что именно в него входит В моем случае это будет чистое филе индейки Можно добавить какие-то более жирные части, тогда блюдо получится более сытным и насыщенным Порежу на более мелкие кусочки, чтобы мясорубке было легче справиться с мясом Теперь нужно подготовить сами перцы Нужно удалить у них плодоножку и семена изнутри Думаю, лучше лить ножку поменьше, чтобы остаться с руками, хотя бы с пальцами Вырезаю плодоножку Самый длительный и сложный процесс закончен, перцы готовы Теперь нужно порезать лук и поставить его обжариваться на очень медленном огне Включаю плиту под самой большой кастрюлей, которую я нашла дома Наливаю сюда масло, лучше, конечно, оливковое, но если нет, можно обычное, подсолнечное, но только без запаха Где-то вот так Учитывая, что филе индейки абсолютно обезжиренное, можно добавить чуть побольше растительного масла Максимум у меня девятка, значит поставлю на шесть Нужно, чтобы лук довольно-таки долго обжаривался, стал нежно-золотистым и мягким, а не подгорел Я люблю, когда это блюдо получается по-настоящему овощным, с бульоном, поэтому добавлю побольше лука и моркови То есть на такое количество перцев у меня будет полторы луковицы Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Пока лук обжаривается, мне осталось мелко нарезать морковь и нафаршировать сами перцы Начну с моркови Ее нужно почистить Морковь можно натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой Я попробую сделать соломку на терке Все Итак, мне нужно добавить готовый рис к фаршу из индейки На самом деле, чем больше риса, тем нежнее получаются перцы Плюс, если ты готовишь для детей, то, конечно, лучше поменьше мяса, побольше риса Тогда это все будет легче усваиваться Но тут, на самом деле, на вкус цвет товарища нет, поэтому на глаз У меня примерно риса чуть меньше, чем самой индейки Лук уже начал золотиться Самое время сюда закинуть морковь Еще мне достался один не самый хороший перец, поэтому я от него отрежу целую здоровую часть Мелко порежу соломкой и тоже добавлю к тушечимся овощам Сразу подсолю И добавлю черный перец Опять же, если готовишь для маленьких детей, можно не добавлять Можно добавить еще какие-то специи, если нравится Но, на мой взгляд, сам болгарский перец уже очень ароматный Поэтому какие-то дополнительные специи не нужны Единственное, я сам бульон добавлю в лавровый лист и душистый перец горошком Фарш нужно набить перцем Желательно сделать это очень тщательно, чтобы вся эта масса заполнила весь перец и не было пустот Овощи слегка обжарились Теперь они гораздо более ароматные Мне осталось добавить немного томатной пасты Можно, в принципе, этого не делать, если ты не любишь бульоны с томатом Но мне так гораздо больше нравится Можно добавить свежий помидор, мелко порезанный или натертый Лучше, конечно, без кожицы Если помидор, как и томатная паста, не очень сладкий и ароматный Можно добавить буквально чайную ложку столового уксуса В моем случае это яблочный уксус И где-то чайную ложку без горки сахара Я обычно добавляю из таких пакетиков Здесь 5 граммов Я добавляю, наверное, 1 треть этого сахара Просто слегка усилить вкус помидоров Сюда же добавляю несколько горошин тушистого перца И несколько лавровых листиков У меня они очень мелкие, это уже остатки Поэтому положу побольше Если они крупные, можно буквально положить 2 штучки Все, осталось это залить водой Это все превращается в ароматный овощной бульон Количество воды тоже можно варьировать по вкусу Я люблю подавать перцы в глубоких мисках с бульоном Поэтому наливаю побольше воды Прибавлю огонь, чтобы это все закипело Можно это тоже слегка подсолить Постепенно закипает Сюда нужно поместить все фаршированные перцы Один перец у меня был не очень Поэтому осталось немного свободного фарша Я сейчас превращу его в ежики И тоже положу тушиться в этом овощном бульоне Лучше, когда делаешь что-то из фарша Котлеты или ежики Сначала смочить руки Тогда мясо не будет прилипать к коже Можно будет сделать более аккуратные шарики Убавляю огонь Практически на минимум Вот так Закрываю крышкой И все это будет вариться, тушиться Где-то полчаса, сорок минут И можно подавать Конечно, к таким перцам Просто напрашивается ложка вкусной сметаны На самом деле очень вкусная Стойка ароматов Причем летних ароматов Благодаря насыщенным овощным вкусам Я, как обычно, чуть-чуть не досолила Но всегда можно посолить уже В процессе поедания перцев Благодаря тому, что я положила Достаточное количество риса Мясо получилось не слишком плотным И поэтому само блюдо получилось довольно нежным Такое блюдо не обязательно подавать Сразу с полужару Его можно приготовить заранее И угостить своих близких Например, вечером Или даже на следующий день Радуй себя и близких новыми рецептами Увидимся очень скоро Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин